На прошлом уроке, напомню, мы говорили с вами, начали новую тему МИТАСЭК. Человек, когда совершенно неправильная у него оценка, действительность, в которой он находится, он совершает действие. Мы привели пример, когда он облокачивается на стенку, тем самым не зная, что там находится выключатель, он включает свет. Сделали разницу между его действием и действием, когда человек по привычке выключает свет. Шаббат, забыв, что сегодня Шаббат. Проснувшись, просонь еще не особо осознает. Особо можно было бы сказать, что это похожий случай. Но тем не менее, мудрецы это различают между двумя этими случаями. Говорит о том, что одно называется шугег. И здесь мы говорили о том, что есть штраф, который накладывается на то, что он совершил действие даже таким ошибочным образом. И в то же время мы говорили о том, что накладывается штраф в случае, когда он делал это как метасек. Здесь тоже разнакладывается мудрецов, но в данном случае проще это разрешить. Опять-таки мы сказали, что на все такие сомнительные моменты нужно обращаться и советовать с Равиновым, как он установит. Немножко продолжим эту тему, приведем еще несколько примеров, где у нас может тоже попасться метасек. Гмара, в частности, в другом трактате, мы упомянули в прошлый раз, трактат Шаббат, на странице 72. Эгмара указывает о том, что человек думает, что он сейчас режет сорванной, уже вырванной из земли какое-то растение и он хочет отрезать часть него. Он не знает, на самом деле, что он прикреплен, и таким образом он ошибается в действительности, неправильно оценил ее. Другой пример еще, это в другом трактате Критут, указывает о том, что если человек собирался отрезать одну вещь, рука у него пошла просто неуклюже действие, он совершил и рука у него пошла и срезал другой предмет. Тот, который он хотел срезать, он был, в принципе, разрешен, и можно было бы его резать. Опять-таки он, допустим, уже вырванный из земли. И он сейчас его как раз срезает. А рука пошла и таким образом отрезал тот, который нельзя было резать, потому что он был прикреплен к земле еще. Так вот, пожалуйста, это еще один пример. И второй пример, который мы указали, он проще, чем первый. Почему? Потому что его действие в втором случае было гораздо менее осознанным, потому что у него просто рука соскользнула и пошла не с той стороны. Из этого момента мы можем учить следующие примеры, из которых будет видно, где это может произойти. Допустим, мы знаем с вами, что в наше время есть огромное количество различных упаковок, которые разукрашены, расписаны со всех сторон. Допустим, нам нужно открыть их шаббат, разрезать. Так мы не касаемся сейчас самой тем по себе, где можно, нельзя разрезать, как это делать. Обязательно отдельно будем об этом говорить. Но касаясь того, что, допустим, ему можно сейчас разрезать, и он сейчас ножом или ножницами, так, ножом, скажем так, ножом, он желает открыть упаковку. Вот. И так открыть, чтобы разрез не прошел по буквам, или какому-то конкретному рисунку. Так вот, потому что это нельзя делать шаббат, это называется стирать что-либо. Вот. Но он напрягался, напрягался, пытался сделать именно аккуратно, но не пошла, рука пошла в другую сторону, и он все-таки стер буквы. Своим разрезом он стер буквы. Вот, пожалуйста, пример метасек, когда человек действительно это делает таким образом, таким образом ненамеренно. Вот. И мы сказали о том, что все-таки запрет мудрецов здесь есть, можно ли получать удовольствие от этого запрещенного действия, которое он совершил. Мы сказали о том, что есть здесь разногласия мудрецов, но это гораздо проще, нежели если бы он делал бы как шугек. Так? Еще один пример, когда это часто может встретиться, к сожалению, это когда человек выходит с дома на улицу и забывает, что у него в кармане что-то находится. Так? То мы тоже можем определить, он в данном случае как бы действительно неправильно оценена. Он думает, что у него одежда, которая никакого груза не несет, и он вообще никакого груза не несет, потому что ему нельзя выносить на то место, с которым он выносит. Места, где нет кошерного ирува. Так? Места, где можно это переносить вещи с места на место, из частного владения в общее владение. Тоже отдельная тема. Так? Вот. И он, тем не менее, как бы вот как бы забыл, что у него есть, выносит. Да? Мы не можем сказать, что он шугек в данном случае, потому что он не забыл, что сегодня шаббат. Так? И он не забыл, что переносить из частного владения в общее владение нельзя. Поэтому нельзя определить, как шугек. А он является бета-сек, потому что он думает, что у него одежда без тавленого груза, и поэтому можно в ней выходить. Надо вот здесь указать о том, что это гмора об этом говорит, о том, что поэтому есть закон, что человек должен всегда взять себе правило, что всегда, перед чем он выходит из дома, посмотреть, проверить, есть ли у него что-либо в карманах. И таким образом он никогда не доступит, не дойдет такого момента, что у него будет, он совершит такую, такого рода ошибку. Так? Вот. Еще один пример приведем. Еще один пример приведем, который тоже, к сожалению, может встретиться. Мы с вами знаем о том, что в холодильнике нередко бывает лампочка, которое включается при открывании холодильника. И если человек забыл ее нейтрализовать, выключить, отключить, забыл, и в шаббат он открывает этот самый холодильник, то поскольку, опять-таки, у него ошибочное представление о действительности, мы тоже определяем это как метасек. Да? Он открывает холодильник, совсем забыв, что у него не выключил лампочку. Так? Это называется метасек. И здесь как раз тоже актуальный момент о том, что будет ли ему можно получать подовольствие от того, что у него есть холодильники. Здесь начинается, конечно, тема того, что насколько вообще лампочка помогает, может быть, она не дает особой разницы от того, что у него есть, там нет у него света, он и без света может обойтись. Это уже отдельная тема, которую нужно рассматривать в данном случае, как бы мы не будем в нее входить. нас интересует о том, что вот как бы, когда он открыл таким вот образом. Так? Вот. То это метасек, это нельзя делать. Так? Но что значит нельзя делать? Он сделал именно потому, что он вообще не знал то, что такова действительность. Тем не менее, мудрецы сказали, что это запрещено. Так? Почему они это сказали? Ведь каждый раз, когда человек делает действие как метасек, у него ошибочное представление о действительности. Так что тем, что мы ему запретим это делать, это запрет мудрецов, как мы помогаем ему, он в любом случае делает это потому, что он не знает действительность. Мы хотим предотвратить его действие, а здесь, в данном случае, мы не можем это. Почему же все-таки ему действительно запретили это? Они запретили это по нескольким причинам. Мы назовем как бы, на мой взгляд, вполне понятную причину, по крайней мере, что человек, тот самый, который вышел из дома в шаббат, не проверив свои карманы. Так? Если здесь никакого запрета не будет, запрет мудрецов, то он в следующий раз это сделает. Он в следующий раз сделает самодействие, да? Не намотает на ус. Так? Вот. И там, собственно, как бы, раз, как раз, чтобы предварить хотя бы уже по этой причине, поэтому сказали, это да, запрещено. Человек должен знать, что здесь совершен запрет мудрецов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...